Порядок включения объектов в перечень неиспользуемых, неэффективно используемых капитальных строений и земельных участков, на которых они расположены, определён постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2013 года номер 957. Об объектах, которые подлежат включению в перечень, применении повышенных ставок налога на неиспользуемую недвижимость, а также об исключении объектов из перечня узнаем прямо сейчас. Увеличенная в 10 раз ставка налога на недвижимость и земельного налога применяется к неиспользуемым и неэффективно используемым капитальным строениям, а также земельным участкам, включенным в перечень, определённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь номер 957. Данным постановлением Совета Министров, Налоговым кодексом Республики Беларусь и решением Гомельского областного совета депутатов номер 292 определены категории неиспользуемых объектов, в котором может быть применено повышенное налогообложение, а также не подлежащее включению в перечень. Основным критерием включения в перечень неиспользуемых объектов является их неиспользование в хозяйственной обороте, предпринимательской деятельности, более 9 месяцев суммарно в течение 12 календарных предшествующих месяцев. Десятикратное налогообложение применяется как к юридическим лицам всех форм собственности, так и к физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Неиспользуемые объекты и земельные участки, на которых оно расположено, включаются в перечень на основании заявлений самих налогоплательщиков, а также по имеющейся в гороисполкомах информации. Налогоплательщики, имеющие неиспользуемые объекты недвижимости и не представившие сведения для их включения в перечень, несут административную ответственность по статье 23.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, в которой предусмотрены штрафные санкции от 4 до 20 базовых величин. Исключению из перечня капитальные строения подлежат только в случае их вовлечения в хозяйственный оборот, предпринимательскую деятельность, либо сноса по заявлениям налогоплательщика с предоставлением подтверждающих документов. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально. Продолжение следует...